Доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем вас! Да, доброе утро! Я тоже хочу пожелать всем вам и сказать, что это утро вместе с вами встречаем мы, Степана Рефи, Фанна Шампадал. С 1 апреля в Челябинске стартуют традиционные субботники. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тевтелев. В планах работ благоустройство территорий, наведение порядка на входных группах, цоколях, водостоках и ограждениях. И по традиции среди участников городских субботников пройдут конкурсы «Чистый город-2018» и «Самый активный отряд по уборке городской территории». Как в этом году будет организована работа по наведению порядка, об этом нам расскажет начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков. Владимир Геннадьевич, здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Ну, расскажите, пока погода нас как-то к субботникам сильно не тянет. Не готовит, да. Все-таки будут ли сроки передвинуты или нет? Или как наметили, так и стартуем? Так, как наметили, так и стартуем. Сейчас решаются организационные вопросы, пока снег у нас идет, да. То есть уже первое заседание штаба мы провели, определили планы, задачи, что нужно сделать и кем. Скажите, а фронт работы-то определили? Вот именно что, как, вот пока известно? Конечно. Кто в приоритете находится? Если, говорит, в общем, то нужно убрать всю территорию города. А это у нас с вами и парки, и скверы, и набережные водоемов, и дворовые территории, и территории муниципальных учреждений различной сферы. Ну, как бы вот так вот флагманские, нету вот, да, что мы обязаны прям сделать? Вот приоритетное направление флагман что-то? Традиционно это же мы проводим субботники и участвуем в них по собственному нашему желанию. Есть, конечно, это для населения, что касается, да, но есть, конечно, и специализированные службы, которые уже сегодня, вытаившие мусор, который появляется, уже убирают. И будут проводить плановые работы. Работы идут. Да, в рамках субботника. Как будем привлекать все-таки добровольцев к уборке? В администрациях районов работают штабы, так же, как и городской оргкомитет. Районы взаимодействуют у нас с жителями, с предприятиями различной формы собственности, как с крупными, так и средними, мелкими, с общественными организациями. Обозначают места для уборки, содействуют в обеспечении инвентарем, техникой, ну и обеспечивают вывоз собранного мусора. А конкурсы? Конкурсы по итогам, то есть в процессе проведения субботников информация фиксируется, собирается, анализируется, ну и по итогам проводим, как обычно, конкурсы. Кто лучше убрался, да? Самый активный, самый чистый, самый лучший. Там номинации много, насколько я помню. Мне, конечно же, интересно, вот инвентарем будете как-то спонсировать или нет? Пакеты? Пакеты, грабли и все остальное, да? А где будут выдавать? Штабы, да? Администрации районов обеспечивают участников, субботников инвентарем. А мясо очистим? Мешки, перчатки, грабли. А мясо будет очищаться до конца набережной? Ну вот в прошлом году у нас... Мы просто чистили, мы даже видели сейчас кадры. Да, и я тоже про очистку мяса хотел сказать, что в прошлом году у нас довольно активно обращались общественники и выделяли свою технику и привлекали волонтеров для уборки мяса. Ну, будем работать в этом году, взаимодействовать. Я как бы надеюсь, что есть у нас неравнодушные и... Вот неравнодушные. Для очистки реки мяса. А вот неравнодушные, вот чистомен в прошлом году появлялся такой в городе, слышали? Да, который в масках что-то чистил, собирал пакеты. Как вы относитесь вот к таким неравнодушным? Это инициатор, который показывал своим примером, как нужно... Креатив, конечно, должен быть. Но за это будет отдельная номинация, может быть? Подсказывает самый креативный. Если мы его найдем, что-нибудь поручим. Ну, в общем, друзья, вакансия открыта. Если вы хотите в этом году стать чистоменом 2018, то действуйте. До какого числа у нас продлятся соборники? Планово до 1 июня. До 1 июня. То есть у нас есть два месяца. Но задача к майским праздникам навести уже порядок. И у нас в апреле проходят два чемпионата мира, это очень важно. И мы тоже это учитываем для того, чтобы гости, которые прибывают в Челябинск, а это гости, по-моему, из 37 стран. На оба чемпионата, да. Да, на оба чемпионата чувствовали себя комфортно. Ну что же, я думаю, что не стоит куда-то писать, что у нас город загрязнен, правильно? А нужно брать самостоятельно метлы и помогать. Начинайте все с себя. Мы напомним, у нас в гостях был начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков. Да, ну а пока еще субботники не начались, можно провести выходные с удовольствием и посвятить их собственному отдыху. И вот куда можно сходить в Челябинске в предстоящий уикенд, расскажем прямо сейчас. Продолжение следует...